дождик прошел свежо совсем свежо 3 4 5 пишем на родах или родах как правильно и нам не считается скорее рот 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 пробуем 1 черешни растут все уже созрело ну я тоже созрел пользоваться нормальным микрофоном сейчас с вами идем на ветру заодно посмотрите насколько это все сложнее снимать когда его питер сильный даже если рукой закрываешь все она ничего не слышно друзья мои привет сегодня у нас будет обучающее видео для блогеров для тех кто хочет улучшить свое качество контента качество звука я это тоже решил ну и соответственно столкнулся с некоторыми интересными для меня вещами и феноменами которые вам хочу рассказать вопрос на самом деле очень про сейчас мы пишем на встроенный звук айфона до который мне подключен куда подключен к сети больше ни к чему значит соответственно дальше я решил это все значительно улучшить с помощью в компании род выбрал этот микрофон для видеокамеры нового столкнулся с разными всякими интересными особенностями которых сейчас обязательно расскажу знаете что эксперимент это и есть наука как в элленштейн поэтому любые эксперименты они если они привозят так вот вы знаете что я снимал такой камеры sony 200 до который тоже есть микрофонный вход ну который к сожалению некорректно работает и он плюс к этому неудобно сделанный но это первый вопрос изобретателем этой камеры как ее ставить куда-либо и как вообще пользоваться если микрофонный вход находится с нижней части где штатив это причинам микрофонный вход сделан вот с этой стороны внизу соответственно когда площадку ставите когда вешаете сюда не как его не подключить в боксе то же самое то есть абсолютно бесполезная вещь с точки зрения внешнего микрофона ну а качество внутреннего микрофона вы знаете так вот нет у них таких способностей да или там не хватает каких-то винтиков в чем-то да где-то ну нет у них таких руль рот видел микро замечательный микрофон монофонический микрофон хотя никто не говорит об этом давно там и фонически все микрофоны симфонические них отдельно линейка с потрясающей защитой ветровой но сложность в том что просто так его к айфону к моему не подключить и с ней да то есть как жил-жил-жил потом бах что-то случилось в комплекте вот такой да это кабель рот качественно все нормально я так подозреваю что там финал делал астралийца наверное скорее всего да джек джек 3,5 метра стерео джек с этой стороны он подключается а с другой стороны его не видит айфон по какой причине а потом раз двое раздвояется расстраяется очень простой причине потому что в айфоне да если вы знаете у них штыкер здесь тройной 3 2 кольца и один пимпочка а здесь четверной должен я и вот этот как раз который разрез это как раз вот микрофон я приложу фотографии вы увидите как нужно распаивать для того чтобы вам сделать такой кабель ничего особенно сложно можно конечно купить его готовый но поскольку вы знаете фавенов перфекционист паяльник наше все не только в качестве какого-то вспоминатель электрического но это про те вещи которые мы забиваем забываем договорился по прямому назначению будем его использовать я сегодня все это распаял соответственно не буду показывать рассказывать кому интересно скажем так мои опыты работы с кабелями в том числе за сложными такая несложное блюдо я покажу вам просто что для этого требуется требуется хороший кабель да ну вот например микрофонный кабель до такой не подойдет почему объясню потому что конструкция рот подвижная да и требует достаточно легкого кабеля до все вращалась вокруг друг друга чтобы это все работал вот этот кабель весит 20 грамм я мне удалось сделать кабель весом 5 грамм иду на рекорд на самом деле это не рекорд будет еще больше видно нет сразу скажу то качество зависит в первую очередь от самого их а самих разъемов и соответственно от кабеля значит в данном случае вот в этом кабеле у меня стоит я показываю не знаю видно будет это нотрик нотрик швейцарская компания один из лучших мире разъемов по три с половиной миллиметра угловой интересно но достаточно тяжелый это металлический разъем можно использовать его для того чтобы подключать к разъему микрофона ну там подключается все здесь толстый кабель для других целей мы это отложим да значит какие выходы из ситуации выходом на самом деле разные что это значит а это значит что мы записываем новое видео можно взять лицентратный кабель из которым я люблю работать это сверхтонкие конструкции 5 от 70 микрон из них сделать такой кабель но это сложно это для фавионов чего снимать проекта про тробы фотографии смотрите дальше будет тест значит я решил пойти простым причем путем можно конечно зайти в магазины там электротовары в хай-фай на какие-то салоны купить удлинители да ну говорю сразу что качество этих удлинителей в том числе и известной компании она будет достаточно низкая следующие три правила это не те которые объявляют потому что как правило там идет может быть даже часть жил будет медных часть алюминиевых но поверьте фавионович это так поэтому я скажу о том что нельзя использовать нельзя использовать дешевые джек разъема вот такого типа до желтого цвета типа да что-то такого да я к сожалению внутри к этот сейчас нету в наличии в питере да ну чуть попозже подвезут я выбрал вот такой это точно абсолютно позолоченная медь то есть главное что проводник был медный ни в коем случае никакие железки ничего ну достаточно легкий хотя вот я потому как он навинтился сегодня я вижу что он немножко уже так и загнулся но все равно это приличный вариант в районе 200 там тире там 300 рублей где-то так значит что можно использовать в качестве донора я не стал брать как бы и резать как бы замечательный кабель road он не пригодится я использовал у меня множество наушников высококачественных но некоторые из них вышли из строя я использовал кусок кабеля или внутри там лицендрат это компания sony это старый кабель 20-летней давности высококачественные лицендрат там 50 микронные же сами жилы он прогрет ну кто не знает как бы спрашиваете что это такое обычно я не интересует очень долго работал у меня поэтому эту часть которая на разъеме да я ее ничего не паял она уже здесь запрессована на заводе поэтому все сделано у вас наверняка есть какие-то старые наушники в которых стандартный 3,5 миллиметра джек да можно конечно пойти путем другие можно взять кусок старых наушников apple и с них распаять проверка раз-два-три-четыре раз-два-три-четыре я покажу вам что что нужно сделать нужно сделать кабель почему не переходник потому что многие продают переходники именно с одной стороны мама да а с другой стороны джек то есть ну и соответственно через этих переходники во первых переходники это лишние контакты соответственно это качество снижается ну и грязь пыль маска все ну как бы все туда попадает поэтому это нестабильная работа поскольку сигнал с микрофоном очень маленький это доли это единицы мили вольта это в тысячи раз меньше вольта какие-то сороки сверху сидят сигнал очень слабый несмотря на то что он запитывается с устройства с iphone с iphone кстати этот микрофон будет работать и с iphone и с iphone с любым другим устройством если мы сделаем эту если мы сделаем такой переходник я решил пути все-таки его изготовить несмотря на то что они продаются поскольку но они все по весу мне не понравились и мне все-таки хочется более свободно и более легкий вариант сделать это как эксперимент воспринимать что вам нужно забыть чтобы сделать фотографии хорошие соответственно распайку я приложу распайка сложно сложно особенность в том что вот этот крайняя часть самая крайняя до нижняя часть gmd она соответственно земля не в этом компании на этом разъеме на три с половиной но в этой части на iphone она не земляной провод это как раз сигнал микрофона и почему не определяется микрофон когда вы подключаете обычным таким кабелем к iphone почему не определяется микрофон потому что вот это вся нижняя часть три с половиной миллиметра она здесь она земляная на этом на этом кабеле да на самом деле там два сигнала идут там идет сигнал один экранный сигнал а второй второй сигнал этого как раз микрофон и в случае с распайкой вот такой да мы получаем следующее вот эта часть в обычном варианте это просто земляной а здесь левый и правый канал соответственно стерео в варианте в микрофоне компании роут это сделано по-другому значит в нижняя часть я имею ввиду не роут рот как раз я расскажу как сделано урода значит сигнала микрофона и сделаны верхний пин сигнал микрофона прямой и среднее кольцо а нижняя часть это земляной кабель соответственно внутри роут микрофонов они за параллельны запаяны поэтому теоретически вы можете подключиться к одной к одной жиле или с к этому или к этому ну я сделал оба соответственно с этой стороны с другой стороны у вас эти кабели должны попасть следующим образом сигналы которые с микрофона идут который в данном случае вот в этом в этом варианте находится верхних пинах до верхних то здесь они должны попасть на нижнюю вот эту грань на нижнее кольцо это сигнал микрофона соответственно следующее кольцо это земляной сигнал микрофона то есть вот эта земля которая здесь должна попасть сюда то есть вам достаточно всего 2 2 2 2 жилы для того чтобы сделать но поскольку существует еще экран да ну и многие используют экран я скажу так не отдельная философия по поводу экранов да их влияние на качество звука ну если вы хотите делать экран экран рованный кабель ну я в данном случае не делал кранированный кабель поэтому огранишься двумя насколько это будет возбуждаться и на него будут влиять какие-то внешние помехи мы это увидим процессе эксплуатации выйдем в идеале конечно вот эта часть гнд она должна быть одновременно еще и кранирована то есть в одной точке или в начале или в конце она подключается но это отдельный как бы отдельный отдельный разговор как подключается экран в направленных кабелях или вне направленных это отдельное искусство а сейчас мы попробуем это подключить и вы увидите насколько будет разница того того что получилось надеюсь что вам будет понравиться ну вот друзья я подключил микрофон поэтому я надеюсь что вы все-таки услышите разницу и уверяю вас что разница не только в помещении но и на улице основная конечно была задача это запись моя на улице поскольку я занимаюсь съемкой при ветре при различных таких слов подых условиях поэтому для меня это было критично помещение тоже имеет значение но в данном случае у меня стоит он с ветрозащиты но можно ветрозащиту снять ну вот я стал ветрозащиту немножко у меня тут сдвинулся но я думаю что ничего страшного не будет во всяком случае вы теперь знаете как улучшить значительно звук кстати подключить можно двумя способами и к айпаду и к макбуку и к айфону то есть вы можете подключить его к стандартному разъему который находится здесь джековый да вот в этой части вы можете подключить также к лайтингу у кого нет стандартного джека три с половиной в разъемах современных устройств подключайте через переходник качество незначительно но будет лучше но я не сторонник переходников поэтому изначально было был вариант как бы сделать напрямую но если вам будет интересно возможно сделать и платим на лайтинг переходник но это отдельный разговор но я думаю что вам понравится и если вы готовы улучшить качество своих видео из фавиона чем вам расскажет покажет как работы фото и видео а с вами был фавиона пока просто гигантских размеров